Денис Коршуков, голкипер сборной России. Ну, сверхэмоциональная победа в четвертьфинале, в серии после матчевых буллитов. Твой комментарий по матчу? Ну, матч очень тяжело для нас складывался. Погода вроде бы нормальная, скользкая. Венгра очень хорошая команда, технически оснащенная. Мы думали, что нам будет чуть-чуть полегче. Моментов у нас много было, конечно, не забили. Во втором тайме пропустили сумасшедший гол. Не знаю, кто бы его отбил. Хотел его отбить, но у меня не получилось. За 20 секунд сравняли. Ну, а буллиты, еще раз показываю, что буллиты красочнее, чем пенальти. Там и вартари, и игроки, и все что угодно. Все может быть. И добивание эти 10 секунд, непонятно что как. Ну, для зрителей, конечно, этот матч был суперский. А для нас эмоционально мы вообще все эмоции отдали, конечно. Тяжелый матч. Хорошо, что выиграли. Я так думаю, что кто сильнее, тот и выиграл. Мне кажется, что ты просто человек без нервов. Сколько, 6-7 буллитов пробивали. Как ты вообще справлялся с этим психологическим давлением? Ну, я не знаю. Не первые, конечно, у меня буллиты. У нас рекорд был в Батемале с мексиканцами. Семь штук. Причем, что мы когда били, мы из семи, у них ни разу в артарь не отбил. А у нас получалось, что я отбивал. Сейчас, конечно, ребята чуть-чуть, не забивая, наверное, нервы. Ребята молодые были. Первый раз на таком турнире буллиты чертят финал. У меня это не первый раз. Я перед буллитами сказал, ребят, пожалуйста, главное забивайте. Я что постараюсь, я и сделаю. Я считаю, что у нас команда справилась. Руслан Сафаров забил сумасшедший буллит. Молодец. Вот у кого тоже стальные нервы. Старый дед, как мы его называем, 40 лет человеку, еще машина такая. Я считаю, что вся команда заслужила эту победу. В конце второго тайма частенько оборачивался, смотрел на секундомер? Да, раза два оборачивался. Я уже всех выгонял вперед. Я говорю, давайте уже там бить, бить. Уже сумбур, суета, непонятно, что как. Ну, ребята молодцы у нас, ребята очень техничные. На себя взяли инститиву, обыграли, забили, добили, там, все что угодно сделали. Опять повторяюсь, было очень много моментов, надо было забивать. Ну, ничего страшного. Значит, на следующую игру оставили эти голы. Завтра полуфинала против Греции. Еще больше зрителей матча в 2 часа дня. Вот как после такой победы восстановиться? Да никак, я думаю, не первый раз мы на таких турнирах. Вот, спокойненько сейчас покушаем. Ну, выпьем по баночке пива, как без этого, ничего страшного. Вот, я думаю, как Дмитрий Синонов, главный тренер, сказал, после таких побед ночью быстро восстановишься. И тем более будем играть в Греции, где будет 3,5-4 тысячи зрителей. Естественно, это заряжает. На такую игру нельзя они не настроиться. Ну и несколько слов для наших болельщиков. Ну, болельщики наши вообще большие молодцы. Наши болельщики по численности, мне кажется, только уступают Греции. Как они болеют, просто супер. Такое ощущение, что мы играем где-то у нас в России. Спасибо огромное. С победой. Спасибо.